то тем более полнота их. Вам говорю язычникам, как апостол язычников. Я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность сродников моих по плоти, не спасу ли некоторых из них? Ибо если их отвержение, примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, то ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины. То не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомнишь, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то посмотри, пощадит ли Он тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дико по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении от Анисей, чтобы вы не мечтали о себе. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Аминь. Слава нашему Богу. Слава наше Господь. Вот это место апостол Павел объясняет. И тут на твое место апостол Павел объяснял. О том, что в Израиле произошло отчуждение. Из-за того, чего возрелся случая отчуждания. От падения. От падания. Природная ветвь отломилась. Природная клонка сейот отклонила. Для чего отломилась? Для того, чтобы была привитая дикая маслина. То есть, чтобы мы, обращенные из язычников, пришли и познали Бога Живого. И придет время, когда войдет полное число язычников, тогда написано, весь Израиль спасется. Вот я верю в то, что это время, оно уже наступает. Наступает. Где-то оно уже наступило. Вот приезжал наш главный пастырь. Ким Дэвид. Он говорит, он делился таким очень сочным откровением. Полнота язычников, это не обязательно, чтобы все язычники спаслись. Полнота на язычности не значит, что все язычники будут спасены. Так вот в ковчег вошли только по паре животных. Как только в ковчега вошли самые двойки животных. Так вот, достаточно, чтобы от каждой нации просто генетический фон вошел. От каждой нации, от каждого народа. Этого достаточно. Есть прообраз именно в новом ковчеге. И сегодня можно так сказать, что уже практически все язычники, они пришли. Че почти всички язычницы вече садушны. Они узнали веще спасение. И са познали, разбрали за новината за спасение. И сегодня просто приближается то время, когда мы начнем видеть, как Бог начнет спасать весь Израиль. Как Господь спасал целый Израиль. В каком смысле? В каком смысле? Вот знаете, вот как будто бы для евреев долгое время просто была закрыта. А имя Иешуа Машех. Ну, то есть, в кого верят ортодоксальные евреи? Они все еще ждут Мессию. Они думают, что Он еще не пришел. И думают, что Он еще и никогда не приходил. Что тот Иешуа, который приходил две тысячи лет назад. Но это не тот, которого мы ждали. Не слышите еще, какого-то сочекали. Ну, вы знаете, на самом деле, вот почему в синагогах ортодоксальных запрещено к прочтению. 53 глава пророка Исаия. Как вы думаете, почему? Потому что там слово в слово написано то пророчество, которое буквально исполнилось на том Ишуа Машехе, который пришел две тысячи лет назад. И это подделать невозможно. Физики почитали, что процент совпадения он равен нулю. Это невозможно. То есть это тот Иешуа, который приходил две тысячи лет назад. И который опять грядет. Но не для того, чтобы спасать. А для того, чтобы судить всю Вселенную. И вот в это последнее время Израиль начнет принимать Кого? Ишуа. Как Машеха. То есть Иисуса, как Спасителя. Единого Спасителя. Который пришел для того, чтобы спасать. Еще две тысячи лет назад. Очень много равинов. Ортодоксальных равинов. Вы знаете, находили посмертные записки. Буквально под их подушками. О том, что на самом деле они тайно верили в Ишуа Машеха. Просто это было страшно признать. Потому что иначе бы просто бы изгнали бы из синагоги. А это ведущий раввин. Он не имел права верить в Ишуа. Вы знаете, вот мы живем в такое благое время. Когда Церковь Иисуса Христа и Мессианская синагога, которая верит уже в Ишуа Машеха. Мы объединяемся. Мы начинаем восстанавливать шаббат. Мы начинаем восстанавливать еврейские праздники. Мы начинаем восстанавливать здравое учение. Что оно на самом деле написано там. И покрывало написано и по сей день лежит на Писании. И это покрывало снимается только из Ишуа Машеха. То есть надо знать его лично. Знаете, вот сегодня мы прославляли Бога. И вы знаете, на самом деле это очень сильно входить в поклонение Богу единому. И вы знаете, не все могут войти. Очень важно открыть свои уста. И просто предложить, что Бог есть Бог благое. Что Он святой Бог. Что Он кадош. Что Он Адунай. Что Он мой Господь. Знаете, когда человек только приходит в церковь. Вы знаете, ему трудно войти. Написано, нечестивый не устоит в собрании праведников. Ему хочется отсюда убежать. Правда ли нет? Я видел это много раз. Когда человек просто во время прославления просто вот так. Закрывая свои глаза просто вот так давал дёру. Просто убегал. Просто уходил. Это показатель того. Что во грехе невозможно славить Бога. Нужно очистить свое сердце. Нужно покаяться. Нужно признать пред Богом. Что только Он святой. И Он послал Свою единородную Сыну. Чтобы омыть нас. Драгоценную кровь Иисуса Христа. И когда мы уже омылись, тогда мы можем прославить Его. Вы знаете, в этот момент мы входим в унисон с Богом. Мы становимся с Ним просто одной частью. Частью Его святости. Частью Его праведности. Мы освящаемся в этот момент. Очень важно прославлять Бога. Очень важно входить в славу Божию. Просто я всех призываю. Прославление в церкви предназначено для того, чтобы мы все участвовали. Мы не пришли сюда послушать группу прославлений. Какие у них прекрасные голоса. Мы пришли сюда вместе поклониться Богу. И написано праведным прилично славословить. Знаете, это прилично. Открыть свои уста и прославить. Слава нашему Господу. Правда? Он святой Бог. Он единый Бог. Он Бог неба и земли. Он творец всего видимого и невидимого. Он лично мой творец. Он соткал меня в очреве моей матери. Скажи славу Иисусу. Слава Ишуа Машех. Вот я верю в Ишуа Машех. Я признаю себя хотя я по внешности кореец. По своему сердцу я еврей. Мое сердце обрезано. Крайним обрезанием моей крайней плоти. Моего сердца. И поэтому это объединяет меня с еврейским народом. Я люблю евреев. И уважаю очень этот народ. И Писание здесь говорит. Не гордись, но бойся. Во многих церквях есть такое страшное учение на самом деле. О том, что Израиль отпал. А мы теперь новый Израиль. Нас привили. И теперь вот мы вот такие сверх нация. Сверх церковь. Ну, вы знаете, это вот и есть та гордыня. Написано не превозносись, но бойся. Что если Бог природно маслины не пожалел, пожалеет ли тебя? Нам надо просто вот в благоговение просто приходить. Говорить, Господи, ну когда же Израиль спасется? Вы знаете, мы должны как церковь должны делать все возможное. чтобы она к нам в собрание или мы могли свободно входить в мессианскую синагогу и чтобы мессианская синагога могла свободно входить в церковь Христова. Потому что мы суть одно. Нас держит один корень. Вы согласны со мной? И наш корень это Ишо Машер. у нас есть только одно основание уже заложенное. Это основание Ишо Машер или Иисус Христос или Иса Масих в разных нациях по-разному называют. По-корейски вы даже не узнаете, кто это. Потому что это звучит как Исаак и Рисото. За что тут звучит так? Можно догадаться, что это речь идет об Ишо Машерах? Можем ли с этим читать вопрос за Иисус? Вы знаете, как рисует Иисуса Христа в Африке, в Нигерии? Там сейчас мощное пробуждение где-то. Пятимиллионная церковь. Как там рисуют на картинках? Ну вот здесь мы видим вечеря Господня. И там в центре сидит негр. То есть там Ишо Машерах он черный. В Корее он почему-то с узкими глазами. Ну, где-то на севере он почему-то в таких очень теплых одеждах. То есть каждая нация она адаптирует к себе Ишо Машерах. Так как его легче будет принять. Знаете, я коротко хотел бы сказать. Конечно, у нас происходят в церкви какие-то вот такие движения. Я скажу так, что я заметил, что люди, которые не хотят отказываться от греха, просто потому, что им нравится это делать. Не хочется отказываться. Они начинают искать учения, которые бы оправдывали их грехи. И уходят в ереси и лжеучения. Самые различные ветроучения. И знаете, я заметил, что те люди, которые вот так поддались вот этим ветроучениям, они так же не могут войти в Божью славу. Им уже нехорошо в прославлении. Они уходят прямо с прославления. Они не принимают Писание, потому что Писание их обличает. Мы хотим, чтобы нам давали такое обольстительное учение, которое нас постоянно гладит по голове. какой ты молодец. Какой ты хороший. Я заметил, что кто называет Бога папочкой? Ну, папочкой мы называем папу, когда мы совсем маленькие. Правда? Ну, придет время, когда мы вырастаем. Ну, было бы странно, если бы 60-летний мужчина, подошел бы к своему 80-летнему папе и как бы так назвал бы к нему обращался папочкой. Мы уже выросли из этого возраста. Мы называем папу отец. Я не осуждаю тех, которые называют Бога папочкой. Ну, вы знаете, я осуждаю тех людей, которые остались в этом возрасте. Уже давно время вырасти и открывать свою церковь. А мы все называем Бога папочкой. Бог наш папочка. Он нас любит. Он нас никогда не наказывает. Он позволяет нам. И мы будем делать то, что мы хотим. Потому что он наш папочка. И вы знаете, человек уже давно вырос. и он не хочет отказываться от порока. Ему нужно учение, которое бы оправдало его порок. И вот это страшно. И просто вы знаете, вот есть послание Тита в третьей главе. Одно такое выражение. Еретика после двухкратного обличения отвращаясь, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Ничего к этому нельзя добавить и ничего от этого нельзя отнять. Что значит это? Это значит, что еретик он развратился и он ищет лжеучение, которое обязательно найдет его. И это учение его оправдывает. И он грешит, находится, остается в пороке и входит в состояние самоосуждения. вот это страшно. Знаете, мне как пасторю не нужно этих людей обсуждать. Они ушли и вошли в самоосуждение. И даже не нужно ничего предпринимать. Просто они оставили наше собрание. Единственное, о чем мне надо позаботиться, что несколько раз их попытаться отвратить от ересь. Но если не захотят, я не буду за ними бегать и уговаривать. Вернитесь, вернитесь, вернитесь. Вот так я хотел немножко сделать короткое такое обращение к церкви и уберечь вас вот этих состояний. Когда не хочется прославлять Бога, не хочется ходить в церковь, не хочется читать Библию, потому что вся Библия она святая. Если какое-то место меня обличает, то рано или поздно мне вся Библия будет не нравиться. Я просто заставлю на полку и она будет там пылиться. Вы знаете, сегодня у нас такое служение. Я на этом закончил. Это служение направлено на восстановление святого праздника. Сегодня у нас восстановление праздника Ханука. И сегодня я хочу предоставить слово очень благословен брату. Я как-то его прочувствовал просто в духе. имею такое слово знание о нем. Что это очень помазанный брат из города Киев. Это брат Николай мессианский еврей, который сегодня нам расскажет об этом святом празднике. Давайте мы поприветствуем брата. поздравим. Спасибо огромное. Шалом дорогие братья и сестры. Я подойду ближе к Ханукальной Миноре. У меня есть пакет с подарками. Скажите вы любите подарки? А вы любите Божьи подарки? Вы любите Божьи чудеса как подарки? И вот мы поговорим сегодня о Божьем празднике Ханука. Это праздник Божьих чудес. Сегодня кто-то получит подарки. Вы знаете если мы ожидаем Божьи чудеса если мы верим в Божьи чудеса то они случаются в нашей жизни. Аминь. Дорогие друзья я очень извиняюсь за мой болгарский но я бы очень хотел чтобы каждый болгарский верующий прочитал эти места Писания на которые я хочу обратить внимание. я с огромным уважением отношусь к Болгарии ко всем болгарам за особое отношение к еврейскому народу потому потому что Болгария практически единственная страна которая не выполнила приказ нацистов нацистов уничтожать евреев только за то что они евреи огромное вам спасибо я я вам скажу что болгарии особый гостеприимный народ особенно выполняют заповедь гостеприимства и огромное спасибо что вы принимаете переселенцев из Украины что это за праздник что за праздник Ханука следующее пожалуйста понятно что еврейские семьи очень любят этот праздник каждый день в течение восьми дней зажигают по одной новой свече очень важно чтобы сын зажигал сын или дочь чтобы ребенок зажигал свечи этим самым раскрывается царственное священство в наших детях мы это реальные фотографии из концентрационных лагерей даже в концентрационных лагерях евреи умудрялись праздновать праздник Хануку хотя мы знаем это в Германии фото из Германии есть заповедь поставить ханукальную минору в окно чтобы все видели ханукальный свет то есть вы видите в фашистской Германии люди не боялись выставить не не хотели предать Бога его заповеди только потому что кто-то им это запрещает хотя это чревато было концентрационным лагерем и газовой печью следующее пожалуйста понятно что хануку празднуют евреи даже президенты президент Зеленский празднует хануку вы скажете ну это естественно он же ведь еврей но я вам скажу президент Ющенко он не еврей на самом деле нет такого президента что он не еврей но это отдельная тема но Ющенко украинец он никогда не говорил про еврейские корни или Кличко с прекрасной украинской фамилией наш мэр города Киева мэр зажигает в синагоге в центральной синагоге Киева зажигает свечи ханукальные ханукальные миноры почему христиане празднуют празднуют хануку и за что христиане празднуют праздник ханука как вы думаете случайно ли в Библии упоминается праздник ханука мы обращали на прошлом богослужении ваше внимание на Евангелие от Иоанна 10 главу 22 стих что и настал тогда в Иерусалиме праздник обновления и была зима Иисус Христос пожалуйста читайте место Писания это из Болгарской Библии то есть ходил в храме притворе Соломоновым и именно в этом притворе к нему пришли иудеи и начали спрашивать почему ты там на языке оригинала написано почему ты терзаешь нас скажи маши ты или нет скажи нам открыто мы задавали вопрос я оставлял телефон для для ответов и был вопрос в том что причем здесь ханука вообще до этого места Писания причем здесь ханука до Нового Завета за что ханука сверзана с Новым Заветом несколько было ответов которые следующие пожалуйста следующие несколько ответов так и сказали что читать Библию желательно на языке оригинала на греческом мы видим что праздник обновления назван одним словом та энкайния словарь библейского греческого языка говорит о том что это освящение обновления или ханука то есть это единственное слово которое означает праздник посвященный освящению обновлению храма 164 году в греческом почему-то в словаре написано 165 год в книге Маковейской 164 год не так важно но главное что это именно это слово которое говорит не праздник обновления как оно по-русски или по-болгарски переведено а что пришла в Иерусалим ханука и пришла зима следующее пожалуйста и Иисус ходил вот именно в этот период в хануку он ходил в притворе Соломоновым ханука это в том числе праздник обновления храма когда в 164 году Маковеи освободили эту часть Иерусалима где был храм и осветили жертвенник поставили новый жертвенник а старый жертвенник все таки это святое а его осквернили там закололи свинью но для иудеев жертвенник был святое место и старый жертвенник они вынесли в притвор Соломонов в книге Маковейской говорится о том что приняли решение придет Машиах разберется что делать со старым жертвенником поэтому иудеи пришли именно в Хануку именно в храм в этот притвор там где возле этого жертвенника ходил Ишуа Мессия Иисус Христос и спрашивали ты ли Машиах ты ли Христос по-гречески ты ли Машиах скажи нам прямо то есть они 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 знали что именно в это время когда жил и учил Ишуа Мессия Иисус Христос должен прийти Машиах кстати вот я с удовольствием всегда слушаю проповеди пастора Геннадия они вдохновляют меня и вот я вспомнил такую историю когда пастор Геннадий говорил о Машиахе один раввин очень солидной синагоги рассказывал что он уверовал в Ишуа Мессию когда ему пришло откровение в иудаизме есть два понятия Машиах страдающих и Машиах царствующих это взаимоисключающие два понятия потому что Машиах должен прийти освободить всех евреев и всем будет счастье как же Машиах страдающий этому раввину было откровение Машиах вначале первый раз когда он придет он будет страдать потом он придет второй раз и будет царствовать поэтому это местописание говорит о том чтобы мы во время Хануки накануне Рождества задумались о том что Ишуа это или Иисус Христос это наш Машиах это наше спасение наше искупление это наша сила что мы празднуем во время Хануки следующий пожалуйста еще мы получили ответ на вопрос на что нам указывает это местописание мы получили из Южной Африки от Елены и она случайно сегодня здесь в этом собрании пожалуйста Елена подойдите озвучьте пожалуйста ваш ответ на что указывает это местописание как в Сочи твое местописание я сказала что евреи вспомнили как Макавей освободили выгоняли захватчиков и они хотели сказать Иисусу если ты Мессия то вставай сделай пора спасибо большое ханукальный вам подарок обещанный ханукия комплект свечей чтобы можно было зажигать все 8 дней еврейский календарь еврейский календарь еще выдадим чтобы Елена где она будет в Южной Африке в Америке в Европе в Австралии чтобы она вспоминала об еврейских праздниках и могла хануки чтобы могла всегда праздновать хануку главное чудо Божье то что немощный еврейский народ это священники в основном и левиты которые толком не умели обращаться с мечом или копьем их по оценкам было порядка 2000 человек что они победили 40 тысяч хорошо обученные хорошо обученные хорошо вооруженные имеющие опыт побед вы знаете что греко-сирийская армия под руководством Александра Македонского не имела ни одного проигрыша ни от библиотов Александра Македонского не проиграл ни то одна загуба и у них были боевые слоны которые разметали все на своем пути но эти боевые слоны им не помогли потому что если Бог за нас то кто против нас и мы должны помнить особенно в Украине и во всем мире что если Бог за нас то кто против нас что мы должны мы должны помнить что нам нужно обратиться к Богу всем народам как это делали иудеи и я верю что Украина будет освобождена от физического рабства следующий пожалуйста что еще мы празднуем еще был один ответ из Грузии Сергей у нас тоже случайно из Грузии прилетел Сергей чтобы получить ханукальный подарок что ты ответил что мы празднуем ну в первую очередь это освобождение нас всех от рабства греха и второе это обновление закона потому что Господь когда объявил он нас снова подружил с Богом Господь обновил закона слава Богу вот ханукия ты имеешь возможность зажигать свечи каждый год слава Богу и напоминать себе что мы мы свободны от духовного рабства что Ишуа вывел нас из этого духовного рабства еще что мы еще празднуем мы празднуем возможность обновления ежегодное обновление нашего ума почему 2000 священников победили 40 тысячную опытную хорошо вооруженную армию они были с обновленным умом они восстали только тогда когда им начали запрещать принимать шаббат каждую неделю читать Тору постоянно читать Тору обрезать младенцев поклоняться Богу в храме даже когда сквернили храм когда вместо жертвенника поставили статую из Эфса и обнаженных богинь поставили по всему храму где проводили театр даже первосвященник Минилайн принял это эллинство и в трико вместо того чтобы поклоняться Богу бегал в трико вокруг храма пропагандировал здоровый образ жизни ну ничего не имею против здорового образа жизни но когда даже священники принимают навязанные миром какие-то ценности вместо того чтобы поклоняться Богу выполнять заповеди ну извините понимания этому нет наверное первосвященник не праздновал ханаху каждый год не напоминал себе не напоминал себе что нам очень важно обновляться умом мы слышали на одной из проповедей как раз это место писания вот пастора Геннадия что очень важно следующий слайд очень важно следующий пожалуйста очень важно очень важно вы знаете я библию читаю по-еврейски справа налево начинаю с конца очень важно познавать что есть благая угодная совершенная воля Божья а как же ее познавать познавать только преобразовываясь в образ Ишуа Мессии Иисуса Христа а как преобразовываться собновлять свой ум 2000 священников победили 40 тысяч бойцов потому что у них был обновленный ум они знали что Бог если Бог за нас то кто против нас они знали что шаббат это важно каждую неделю мы будем праздновать шаббат они знали что Слово Божье нас животворит и мы будем читать Тору мы хотим читать Тору читать Библию и я бы очень хотел чтобы мы задумались в Хануку или в Рождество что обновляем ли мы свой ум насколько мы укоренены в том что шесть дней работать нужно а один день обязательно посвятить Господу что очень важно читать Слово Божье очень важно общаться с верующими людьми носить времена друг друга очень важно нам это обновление это Ханука друзья мы сейчас вы знаете еще хотел обратить ваше внимание случайно ли что этот год начался с Шаббата говорят мы праздновали Шаббат и заодно встретили новый календарный год говорят как ты встретишь Новый Год так ты его проведешь хочу сказать ни коронавирус ни локдаун когда в транспорт не пускали люди ни война когда у нас три месяца люди жили в подвалах и в метро метро не ходило это было бомбоубежище ни разу мы не пропустили Шаббат поэтому если вдруг вы размышляете ходить в церковь пойти в церковь или можно посмотреть по телевизору или просто пропустить отдохнуть я же много работал обновляйте свой ум хотите исцеления хотите обновления своих сил каждую неделю приходите в церковь поклоняйтесь Богу друзья скажите мне случайно сегодня накануне Рождества воскресное богослужение начинается ханукой мы зажигаем первую свечу смотрите ханукальная минора девятая свеча главная это шамаш символизирует нашего Господа еще Мессия Иисуса Христа что наш Господь свет и каждый день мы каждый день мы зажигаем по одной новой свече чтобы усиливался в нас Божий свет это символ того что от света Божьего зажигается наше сердце и мы можем быть тоже шамашем мы можем быть мы должны даже быть мы хотим быть хотим быть светом чтобы от нас зажигались новые сердца случайно ли что в это воскресенье мы первую зажигаем свечу следующее воскресенье мы зажигаем все восемь свечей следующее воскресенье что мы празднуем кроме Хануки Рождество Ишуа Мессии мы празднуем что Ишуа родился что он пришел в этот мир в этот мир пришел и зажег свет зажег свет в нас в том числе и очень важно нам этот свет раздавать вокруг сейчас очень важно чтобы мальчик или ребенок зажигал Романа позовите пожалуйста Роман зайди пожалуйста очень важно чтобы дети наши зажигали зажигали свет зажигали эти свечи и уже с детства учились что Ишуа Мессия Иисус Христос Иисус Христос наш свет и наша светлина пожалуйста Роман есть спички да пожалуйста зажги вначале вот Шамаш это Ишуа Мессия Иисус Христос Да Вот Ой слава Богу И мы зажигаем сегодня первую свечу мы зажигаем не от спичек а от первой свечи мы зажигаем крайнюю свечу палим первую свечу с гибрид пока с тази свечу палим и устянут эти свечи это символ того что от света Божьего зажигается наше сердце свет в нашем сердце ой Аллилуйя слава Господу спасибо дорогой спасибо дорогой ой поцелуй от Ишуа слава Богу я так люблю когда дети в церковь вот иногда говорят да пусть дети отдохнут там они там учились много там выспятся да детей в церковь важно привести чтобы они как маковеи знали что мы имеем всегда возможность прийти в святое святых когда мы поем это не пустые слова что я вхожу в святое святых евреи в старом завете могли зайти только один главный первосвященник святой святых только один раз в году мог зайти мы сейчас имеем доступ к нашему первосвященнику Ишуа Мессия каждый день 24 часа в сутки друзья он ждет нас 24 часа в сутки он хочет чтобы мы общались с ним 24 часа в сутки чтобы мы обращались к нему нашему папочке он родной папочка но не потому что мы теперь благодать и нам все по благодать а потому что он родной папочка и он хочет чтобы мы бежали к нему они справлялись своими силами вчера была проблема возникла и сразу мне понравилось сразу наши сестры говорят давайте помолимся мы вчера помолились сегодня проблема решилась сама не надо было напрягаться вчера кто-то начал суетиться что-то а сегодня сама по молитве папочка он хочет чтобы мы обращались к нему и поэтому вознесем ой слава богу аллилуйя друзья я сейчас призову вас к молитве ханукальной дорогой наш господь еще мессия можно сидеть это папочка наш родной мы к нему обращаемся он раскрывает для нас объятия он ждет нас свои объятия чтобы мы нырнули в дух святой чтобы мы нырнули в его объятия и и вот знаете и прижались к нему и уповали только на него дорогой наш господь ишуа мессия иисус христос спасибо тебе за твой свет божий спасибо тебе что ты всемогущ спасибо тебе что ты всемогущ наш папочка может все он сильнее всех кто в этом мире господи обнови наш ум чтобы мы укоренились том что ты все могуще что ты наш свет и когда мы включаем свет всякая тьма растворяется дай нам напоминай нам дай нам духа бодрости вспоминать что когда есть какая-то тьма приближается к нам надо включить божий свет и всякая тьма рассеется пожалуйста освободи нас от физического рабства освободи украину от физического рабства захватчиков которые хотят навязать украине эллинский подход к жизни которые хотят чтобы была только одна церковь церковь которая благословляет танки освещает которая благословляет людей на преступления на убийства господи прошу и молю тебя освободи каждого из нас от духовного рабства дай нам если кто-то находится в физической или духовной зависимости господи дай нам дерзновение обратиться к тебе прийти в святое святых и исцели пожалуйста всех людей выведи из духовного рабства каждого твоего ребенка и очень прошу тебя обновляй наш ум дай нам каждому принять решение обновляться умом преображаться в твой образ Ишо Мессии Иисуса Христа и укорениться в том что один день посвятить тебе как минимум один день важно посвятить тебе важно посвятить тебе во всей полноте неформально для галочки а прийти и нырнуть в твои объятия нырнуть в водопад духа святого и обновиться и усилиться в сороковой главе Исаии прочитайте пожалуйста там говорится что ты обновляешь нас и мы как орлы расправим крылья и потечем и не устанем исповедая что мы обновляемся умом и ты наполняешь и исполняешь нас силой духа святого бешем Ишуа хамашиах во имя Господа нашего Ишуа Мессия Иисуса Христа Амин Амин Аллилуйя Слава Господу Ха Ханукас Амех С праздником Ханукас С праздником Света С праздником обновления Амин Аллилуйя Спасибо большое Спасибо